Добрый день, уважаемые коллеги! Если меня хорошо видно и слышно, буду благодарен привычным плюсам. Если вдруг, на ваш взгляд, со связью что-то не так, также прошу об этом написать в чат, чтобы мы с Татьяной отреагировали должным образом. Сегодняшний вебинар будет посвящен стратегиям развития ЭБС. В текущий момент, но, пожалуй, не только. Поговорим о книжных итогах нескольких прошлых лет и предварительных итогах текущего, 2023 года. Расскажем о соотношении турбулентности и системной организованности применительно к рынку ЭБС. Поговорим и о форсайтах, и о наиболее успешных проектах лидерах рынка. Расскажу и о нашем новом проекте об услугах издательского дома Гребенников в области наукометрии. Ну, а вначале, с вашего позволения, продолжу представление замечательных спикеров от компании Директ Медиа, которую начала Татьяна. Сразу после моего вебинара уже на платформе издательского дома Гребенников состоится вебинар руководителя Директ Медиа ЭБС Университетской библиотеки онлайн, замечательного Константина Николаевича Костюка, которого все прекрасно знают. Тема обозначена, ссылка на вебинар также обозначена по искусственному интеллекту. Будем рады также видеть вас на вебинаре Константина Николаевича. Ну, а теперь к нашему вебинару и к итогам нескольких прошлых лет. Если говорить о современном состоянии книжного рынка, печатного рынка, то необходимо обратиться и к анализу, проведенному Министерством цифрового развития связей и массовых коммуникаций. Собственно, доклад «Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития». Доклад вышел, да был опубликован в 2022 году. По итогам сразу нескольких лет, и 2019, и 2020, и 2021. Ждем анализ текущего состояния, ну, в частности, ждем отчет за 2022 год от Министерства цифрового развития связей и массовых коммуникаций. Но в целом, опять же, тенденции ясны. Итоги также более-менее определены и за 2022 год тоже. Кроме того, обращаемся к многочисленным результатам опросов, проведенным в информационно-аналитическом журнале «Университетская книга». Это достаточно часто повторяющиеся обзоры в этом журнале. Безусловно, мы эту информацию также учитываем. Ну и, конечно, не следует забывать о, скажем так, и финансовой информации об отчетах из единой информационной системы в сфере закупок. Она также порой любопытна. Естественно, эти сведения также учитываем в своем вебинаре. Ну, собственно, по поводу показателей, по поводу итогов 2020, да и 2021 года тоже об этом также расскажу. Собственно, согласно данным Российской книжной палаты, в 2020 году российскими издательствами было выпущено почти 100 тысяч названий книг и прошур, совокупным тиражом 351,5 миллионов экземпляров, и, безусловно, это меньше, чем в предпандемийное время. Вот практически во всех смыслах этого слова меньше, да, и по числу выпущенных названий, и по совокупному тиражу, где почти на 19%, да, по показателю объемов отпечатанной книжной продукции, по листажу, по тиражу, то есть, ну, по самым-самым разным показателям. Отчасти эти показатели объясняются, ну, и следствием пандемии, и процессов, имеющих к ней отношение, ну, и иных процессов в том числе. Итоги 2021 года. Опять же, по количеству наименований выпущенных книг и брошюр, по тиражу, по листажу, да, уже по книгам и брошюрам, по печатным книгам, тираж существенно сократился по сравнению с предпандемийными показателями. В структуре тиражей существенной стала доля переизданий, то есть, литература, которая выпускается второй, третий раз, ну, то есть, переиздается. И, безусловно, это тоже, ну, я бы сказал, не самый оптимистический показатель, да, создается не новая литература, не новые учебники и учебные пособия, большей частью, большей частью как раз имеет место переиздание книг, да, и вообще в совокупном тираже выпускаемых книг пропорция действительно очень сильно именно по отношению к текущему моменту изменилась в пользу переизданий, да, то есть, от того, что было, да, 73,8 по отношению к 26% в восьмом году, да, казалось бы, это может быть и не так давно, но в настоящий момент, ну, пропорции очень-очень сильно сдвинулись в пользу переизданий. По поводу выпуска научной литературы и учебной литературы, ну, пусть количественные показатели, может быть, и немножко отличаются от художественной литературы, но суть та же самая. Переизданий больше, тираж, листаж падают, сокращаются, проседают, да, какую формулировку не используют, все они правильные. Ну, вот это итоги 2022 года по, собственно, аналитикам за 19, 20 и 21 годы, но в текущий момент, повторюсь, ситуация не сказать, чтобы сильно изменилась в какую-то лучшую сторону, да, и не преисполнено безусловного оптимизма. В текущего года общий тираж книг и брошюр составил 69 миллионов экземпляров, и это на 23% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные российской книжной палаты. Число книжных наименований сократилось на 12%, тираж снижается, да, и снижается число наименований. Большому прискорбию вынужден отметить следующее обстоятельство. За последние 12 лет мы, ну, российский книжный рынок, потеряли почти 12 тысяч книжных издательств. Причем это не просто какие-то маленькие издательства, которые порой не очень приспособились к рынку, к изменениям, имеющим место у нас, но и действительно исчезают и крупные издательства, тираж, которых составлял там от 8 тысяч наименований. То есть в течение последних 10-12 лет нас покинули, ну, вот, порядка 12 тысяч издательств, в том числе, как мы их считаем, как мы их квалифицируем, достаточно крупных. Уходят и крупные игроки на рынки, ну, и, безусловно, это тоже не какой-то оптимистический момент. По поводу дальнейших перспектив, еще один не самый благополучный фактор – у нас растут цены на печатные издания. В частности, представители Российского книжного союза и издательств уже сейчас, да, по итогам 2023 года, отмечают, что за последний год цены на печатные книги в России выросли примерно на 20% и до конца текущего года еще вырастут. Это, опять же, коммерсант со ссылкой на данные российской книжной палаты. Издатели объясняют это увеличением стоимости полиграфии, которая закупается теперь, ну, в разных странах. Кроме того, на рост стоимости являют курс рубля, возможное снижение спроса, ну, и самые-самые разные факторы. Кроме того, конечно же, на книжный рынок определенным образом повлияли и санкции, и иные ограничения. В частности, издательства столкнулись с дефицитом мелованной бумаги, расходных материалов, техники, запчастей, ну и, безусловно, значительным сокращением числа лицензий зарубежных авторов. Если говорить о рынке ЭБС, именно о российских электронных библиотечных системах, информационных системах и базах данных, достаточно долго выдавало мнение, что вот именно у нас на рынке электронных информационных образовательных систем дело обстоит несколько иным образом, поскольку у нас своя ниша, да, мы занимаемся своим делом, выпуском учебной, научной продукции. И это напрямую, скажем так, на именно издательствах, ну и на ЭБС-лидерах рынка не отражается. Перечень некоторых ЭБС-лидеров рынка приведен на данном слайде. Это, опять же, итоги очередного опроса в журнале «Университетская книга». Перечень достаточно распространенная, я думаю, что здесь все друг друга очень и очень неплохо знают. Если говорить о текущем положении дел, то, безусловно, мы в определенном смысле столкнулись с новой реальностью, для которой свойственны различные ограничения, ну и, к сожалению, турбулентность. Я достаточно часто выступаю с докладами, вебинарами, посвященными теме турбулентности на рынке электронных библиотечных систем. Мне даже коллеги порой делали замечания, хватит уже про турбулентность, у нас все хорошо, все спокойно, мы развиваемся, но к большому сожалению никуда это определение не уходит, поскольку реалии сегодняшнего дня именно таковы. Приходится снова рассказывать о многочисленных проблемах и о способах их решения. Различные ограничения, увеличение скорости принятия решений, действительно необходимо быстрее реагировать, быстрее меняться, реагировать на запросы рынка, запросы клиентов, модернизировать всевозможные сервисы, ну и многое другое предпринимать. С моей точки зрения вопрос об организации удаленного доступа к ресурсам из любой точки, имеющей выход в интернет, в настоящий момент уже решен. Да, естественно, что любая ЭБС предоставляет удаленный доступ к своим ресурсам в любой момент времени, да, из любой точки, имеющей выход в интернет, это уже действительно вопрос неподразумеваемый какого-то долгого обсуждения. Да, он действительно решен, это уже сделано. Ресурсы открытого доступа или смешанного типа, усиление позиций, ресурсов подобного типа, их распространение, причем достаточно такое широкое. Безусловно, сервисы имеют значение, здесь удобство, использование, простота, интуитивный, простой, понятный интерфейс и многое другое. И Media Solutions, да, вот о чем еще сегодня скажу, не только книги имеют значение. Книга — это основа основ, это основа образовательного процесса, но в настоящий момент ценность имеет и, безусловно, научная составляющая, пожалуй, возможно, в первую очередь научная периодика, ну и Media Solutions в том числе. То, что относится к медиатеке университета, это различные онлайн-курсы, различные видеоматериалы, самое-самое разное. Ну и, конечно, мы прекрасно понимаем ценность человеческого общения в текущей ситуации, когда многим не так просто и легко, как хотелось бы, возможность общаться, в том числе вот на замечательной платформе Директ Медиа или у нас, она имеет значение, общение и онлайн, и оффлайн, безусловно, на различных ивентах, различных конференциях. Так, по поводу соотношения турбулентности и системной организованности. Что к настоящему моменту превалирует, на что можно обратить особенное внимание. Ну, по поводу турбулентности, на всякий случай приведено определение, определение из физики, но, опять же, я думаю, все прекрасно представляют, что это такое. Факторы, влияющие на турбулентность, хаотичность рынка. Отсутствие четких и безусловных количественных и содержательных критериев при закупке ресурсов. Размытость, неконкретность, постоянная сменяемость понятийного аппарата. Мы прекрасно понимаем, что такое ЭБС в настоящий момент, да, и что такое было ЭБС, ну, еще лет 10 назад. В понятии электронной библиотечной системы включались определенные количественные характеристики. Мы помним соотнесенность с законом, да, точнее, с приказом 19.53, ну, и иные моменты. Непредсказуемость внешних факторов воздействия, будь то общее состояние экономики или что-то другое. Ну, и, кроме того, проблемы самих клиентов, безусловно, имеют место. В то же время нельзя не отметить и факторы, свидетельствующие о системной организованности рынка электронных ресурсов сложилось вполне себе четкое представление о том, что электронные ресурсы нужны. Это естественная часть учебного, образовательного, информационного процесса. Нет никакого резона сейчас кого-то убеждать, что электронные ресурсы нужны в ВУЗе, учреждении культуры, учреждении науки. Опять же, это в целом вопрос решен. Другой вопрос, да, в соответствии профилю комплектования, финансовый вопрос, опять же, сервисы, да, и самые-самые-самые разные моменты учитываются. Но убеждать в том, что электронные ресурсы нужны, ну, как бы, в этом нет уже большой необходимости. Сложилось понимание того обстоятельства, что электронный ресурс, в первую очередь, инструмент получения знаний, а не просто книжная коллекция, две книжных коллекции. Порой, очень редко, правда, но еще приходится слышать, что вот мы подписаны на одну книжную коллекцию такой-то ЭБС или там на 37 книг такой-то ЭБС, да. Безусловно, это понятие, имеющее истоки в прошлом, поскольку ЭБС, естественно, нечто существенно большее, системно организованное, нежели просто вот 37 книг какого-то издательства. Некоторые сервисные технические требования вполне себе сложились, сформировались, давно определены. Ну, например, организация удаленного доступа в любой момент времени из любой точки, да, имеющая выход в интернет, формирование статистики по пользователю, ну, и прочие-прочие моменты. И опять же, мы в целом прекрасно понимаем, что любая ЭБС-поставщика для любой организации существенно менее значимая, чем, собственно, электронная информационно-образовательная среда самой организации. Как бы мы не хотели казаться незаменимыми, да, что наш ресурс абсолютно лучший, и без нас не обойтись, и мы такие хорошие, и замечательные, и развиваемся, да, естественно, что в каждом ВУЗе, учреждении науки, учреждении культуры в целом прекрасно понимают определенную меру зависимости от поставщика. И в целом любая именно информационная среда организации гораздо важнее и относиться к ней необходимо гораздо более серьезно, нежели все проблемы с комплектованием, да, перекладывать на каких-то поставщиков, на закупаемые ЭБС, ну, и прочие-прочие моменты. Некоторые не самые оптимистические признаки, связанные с итогами книжного рынка, количественными показателями в плане тиража, листажа и прочими показателями отметил. Так, собственно, все плохо или все замечательно? С моей точки зрения, это две своеобразные крайности, с которыми также приходится в настоящий момент иметь дело. порой приходится слышать такую точку зрения, что, а у нас все хорошо, а то, что ушли какие-то поставщики западных ресурсов, то, что у нас нет доступа к полным текстам, к каким-то базам данных, ну, и ничего страшного, да, ну, нет и нет. В Советском Союзе тоже не было доступа к этим ресурсам, и никакую зарубежную литературу не читали, да, что в корне неправильно, и доступ был, и, ну, как бы, да, с позволения сказать, да, читали, безусловно, литературу, комплектовались, сильные государственные библиотеки определенным образом. Другая крайность заключается в том, что все плохо, никуда мы не развиваемся, да, вот осталось сидеть и ждать конца, да, ждать чего-то нехорошего. Ну, опять же, это крайность, так делать ни в коем случае не следует. Необходимо так или иначе искать для себя моменты, связанные с развитием, с работой, с многочисленными клиентами, искать новые рынки, какие-то новые проекты развивать. То есть ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, не констатировать какие-то проблемные ситуации, а именно стараться по возможности развиваться, как делают ведущие ЭБС, лидеры нашего рынка. Ну, собственно, если говорить о соотношении турбулентности и системной организованности, для меня представляется очевидным, что на текущий момент, конечно, турбулентность победила системную организованность. У нас все в большей степени хаотично, чем наоборот. Это не значит, что все плохо, да, и никуда не развивается. Но действительно мы имеем дело с таким, ну, я бы сказал, с галлопирующими моментами, да, в самых разных смыслах этого слова. По поводу соотношения системной организованности и стратегии эксперимента. Принцип Google и принцип Uber. Да, у Uber достаточно четко построенный алгоритм. У Uber как раз, ну, да, один из мировых лидеров вкладывается не только, да, собственно, в ту отрасль, в которой компания специализируется долгие годы, но и в самые разные эксперименты, связанные, ну, скажем, с аналитикой человеческого мозга. Да, то есть самые разные моменты напрямую в деятельности, к сфере компании не относящейся. Но, тем не менее, вырабатываются самые разные стратегии, ищутся новые проекты развития. Ну, в общем-то, эта компания, да, может себе самое разное позволить. Но с моей точки зрения, именно искать и развивать новые проекты, новые сегменты в текущей ситуации более перспективно, нежели просто рассчитывать на отработанный алгоритм, который достаточно долгие годы работает и всех устраивает. Да, то есть, опять же, в целом преимущество возможных экспериментов, поисков новых проектов, новых сегментов рынка и элементов развития над вот чем-то таким системно организованным, сформированным, давно сложившимся. По поводу форсайтов. Ну, конечно, да, я в большей степени не о саге о форсайтах Джона Голсуарсе, а именно о форсайтах, о прогнозах. Да, и в этом смысле хотелось бы отметить журнал «Форсайт» Высшей школы экономики. Это международный, междисциплинарный рецензируемый журнал открытого доступа, публикующий оригинальные научные статьи с результатами передовых теоретических и прикладных исследований в ключевых областях стратегического планирования, научно-технической, инновационной политики, ну, о самых-самых разных актуальных сферах, проблемах и секторах, да, что позволяет своевременно принимать правильные решения. Это площадка для взаимодействия ученых, политикой, политиков, предпринимателей и других участников инновационного процесса. Основные темы, рассматриваемые на страницах журнала «Форсайт» представлены, да, это и методологии, лучшие практики, самое-самое, опять же, разное, и как раз при подготовке вебинара, в том числе, анализировала материалы, представленные на страницах данного журнала, но, опять же, достаточно часто журнал этот читаю сам по себе, можно отметить и, ну, я бы сказал, нельзя не отметить и то обстоятельство, что, конечно, на рынок электронных информационных образовательных систем в настоящий момент определенным образом воздействуют и какие-то внешние факторы, экзогенные факторы, экзогенность буквально внешнее происхождение. Да, ну, действительно, это имеет место. Уже приводил примеры, связанные с многочисленными проблемами издательств в области поиска, ну, скажем так, решений в области полиграфии, нового оборудования и так дальше, и так дальше. А если говорить более глобально, то следует упомянуть проблемы, в целом, актуальные для российских университетов. Это международный аспект, кроме того. Выход из баллонской системы высшего образования, отсутствие совместимости и взаимного признания, обучение за границей, конечно, становится проблемой, отказ от сотрудничества на уровне зарубежных вузов, научных сообществ, международных фондов, закрытие проекта в области международного сотрудничества в образовании, случившееся или вероятное, ожидаемое, исключение российских университетов из международных рейтингов, ну и на больной вопрос, затруднен или отсутствует доступ к мировым научным информационным ресурсам и базам данных. Мы прекрасно знаем о проблемах, скажем, о том, что закрыт доступ к базе данных ЭПСКО, ну или скоро будет закрыт, у тех организаций, у которых еще контракты действуют, нет доступа к наукометрическим зарубежным базам данных, ну и многие-многие другие проблемы можно отметить. Среди основных задач и проблем, актуальных для российских университетов, можно отметить создание новых образовательных стандартов, моделей, ну и, собственно, да, фактически уже случившийся постепенный отказ от бакалавриата и магистратура в пользу, ну вот, скажем так, нашей собственной, да, автономной системы образования. Развитие научно-исследовательской базы университетов, запрос на прикладной характер исследований, вовлечение в проектную деятельность, более тесное взаимодействие с государственными корпорациями, компаниями-лидерами отраслей, ну и, да, печальный момент, безусловно, вероятное сокращение государственного финансирования, в особенности на закупке бюджетных организаций, вузов, учреждений науки и культуры. Если говорить о развитии университетов и о модели университета нового поколения, третьего, четвертого, пятого поколений, в этой связи достаточно часто цитируют работы Йохана Виссена университет 3.0, это профессор Делтского университета в Нидерландах, который неоднократно бывал в России, также выступал с многочисленными лекциями, это Клаус Шваб, четвертая промышленная революция, это Джим Дэвис, информационная революция, путь к корпоративному разуму. Йохан Виссена выделял три поколения университета, средневековый университет, где, собственно, образовательный концепт превалирует, образовательная функция и никаких больше, исследовательский или научно-исследовательский университет, там, где есть уже действительно полноценные исследования, научно-исследовательская база, среди преподавателей есть настоящие ученые, а образование тесно связано с научными исследованиями. Ну и, наконец, университеты 3.0, это сетевые университеты, которые сотрудничают и с госкорпорациями, с компаниями, лидерами различных отраслей, крупнейшими банками, проектными организациями, ну и так дальше. И, собственно, университет четвертого поколения, университет 4.0, это драйвер рынка, драйвер экономического роста, где существует предпринимательская экосистема, которая формирует новые быстро растущие отрасли, новые рынки, ну и многое-многое другое. Ну вот если, скажем так, кто-то подзабыл определение понятия драйвер, оно сейчас на слайде изображено. Почему университеты нового поколения во многом неизбежность? По самым-самым разным многочисленным причинам. Университеты вынуждены искать альтернативные источники финансирования, это развитие проектной деятельности, коммерческой составляющей работы университетов, отказ от принципа региональных монополий, вот этот принцип, где родился, там и приходился, уже, конечно, не работает. Кто-то может пойти родиться, пойти в детский сад, закончить школу в одном регионе, а поступать в университет, уехать в другой, соседний, возможно, более сильный, да, в более сильный университет. Это сейчас, ну, скажем так, сплошь и рядом. Изменение форм организации науки, работы ученых в командах, фокусирующихся на конкретных областях исследований. Научно-ориентированное образование, ну и в целом, конечно, государство и бизнес ставят перед студентами и будущими выпускниками совсем другие задачи, нежели 15-20 лет назад. Ну, на каких-то сугубо теоретических моментах я, с вашего позволения, уж очень сильно останавливаться не буду. Ну, собственно, по поводу примеров университетов нового поколения и почему это для нас важно. Ну, скажем, один из ведущих мировых технических и медицинских университетов, в том числе, это технический университет Мюнхена, где проводится последовательная политика объединения медицинских, естественных и технических наук в исследовательской работе. Здесь следует отметить и ускоритель заряженных частиц имени Хайнца Майера Лейбница, и немецкий центр сердечных заболеваний, и пивоварня Вайнштефан, которая вошла в структуру университета. То есть университет отчасти влияет и на эту важную для любого жителя Германии отрасль. Ну, и, наконец, университет тесно сотрудничает с компанией Тесла, которая заказывает разработки в области проектирования транспорта будущего, но и прочие проекты. По поводу университетов нового поколения в Российской Федерации, безусловно, такие положительные примеры тоже есть. Ну, в частности, НИЯУ-МИФИ, опорный университет атомной отрасли, один из первых российских национальных исследовательских университетов, решает фундаментальные научные проблемы, взаимодействует с государством и бизнесом, имеет тесные связи с корпорацией Росатом, иными государственными корпорациями, Питерский политех, политехнический Санкт-Петербургский университет Петра Великого. Все, что наиболее прорывного, интересного, развивающего в отечественном автомобилестроении, в частности, проект АУРУС, другие проекты, оно так или иначе во многом связано с разработками Питерского политеха. В университете разработана концепция фабрик будущего. В ряде случаев университет может решать глобальные задачи быстрее, чем отечественная промышленность. Нельзя не отметить Томский государственный национальный исследовательский университет. Это опорный инновационный ВУЗ оборонной отрасли, обеспечивает кадровый и научно-инновационный потенциал в самых-самых разных отраслях. Кроме того, отмечу Российский государственный педагогический университет имени Герцена в той части, что, казалось бы, это не медицинский ВУЗ, но, тем не менее, РГПУ имени Герцена является одним из центров учебно-методического обеспечения инклюзивного высшего образования, в чем, на мой взгляд, немалая заслуга руководства фундаментальной библиотеки университета. Мы коллег Нателлу Нодаревну и Светлану Александровну прекрасно знаем. По поводу законов Мерфи и почему это имеет прямое отношение к рынку ЭБС. Ну, собственно, да, так выглядел этот инженер. Сам шутливый философский принцип может быть сформулирован следующим образом. Если что-нибудь может пойти не так, оно наверняка именно так и пойдет. В 1949 году на авиабазе Эдвард в США исследовались причины аварии самолетов и один из инженеров, Эдвард Мерфи, сформулировал такой интересный своеобразный постулат, который гласил, если существует два способа сделать что-либо, причем один из них ведет к неправильному результату, вот наверняка именно он и будет выбран. И произнес он это в тот момент, когда заведенный самолетный двигатель стал вращаться не в ту сторону, как оказалось, техники установили детали задом наперед. Позже это шутливое, но во многом справедливое высказывание неоднократно обыгрывалось в прессе, был сформулирован так называемый закон Мерфи, следствие закона Мерфи, да, выражение попало в прессу, стал достаточно часто использоваться, ну и в частности все мы знаем такие следствия закона Мерфи, как закон Паретта, 20% усилий дает 80% результата, остальные 80% усилий лишь 20% результата. Бритва Хендлона, никогда не объясняйте злым умыслом то, что можно объяснить глупостью, ну и многие-многие-многие другие. Ничто и никогда не является абсолютно верным. Актуально для редакторов и корректоров, и в целом для сотрудников издательств, если вы письменно критикуете чью-то редактуру или корректуру, то обязательно допустите ошибку, ну и многое-многое другое. Ну вот тоже одно из следствий закона Мерфи. И на нашем рынке электронных информационных образовательных ресурсов многое происходит не так быстро, как хотелось бы. Это действительно имеет место, да, и любые сроки сразу можно умножать на определенный коэффициент, неравный одному. Ну и вот, скажем так, мое своеобразное следствие из закона Мерфи. В настоящий момент, конечно, ЭБС – это не только контент. А если говорить о контенте, то это не только книги. То, что книга – основа образовательного процесса, она крайне важная основа основ, это никто не собирается опровергать, но, безусловно, и E-Journals, и Media Solutions, если говорить именно об ЭБС, в настоящий момент имеют немалое значение. Это очень сильные проекты, развивающие рынок, и мы не только о контенте говорим, отмечая многочисленные успешные проекты самых разных ЭБС-лидеров рынка. Чтобы не быть голословным, стартовая страничка научной библиотеки Технического университета Мюнхена, как раз того университета нового поколения, о котором говорил уже сегодня, страничка библиотеки. Собственно, а что там есть, да, если говорить о контенте, да, вот на главной странице, то, что можно перевести, как книжные базы данных, E-Journals, ну и MediaTomb, то есть Медиатека Технического университета Мюнхена. И далее можно уже проходить по ссылочкам, смотреть, что, собственно, есть из книжных коллекций подписанных, из журнальных коллекций, в плане медиатеки, что нового и интересного, да, и, собственно, есть, да, добавлено на сайт библиотеки, ну и что-то более пристальное и подробно изучать. Возможные конкурентные преимущества различных электронных библиотечных систем, библиотек, информационных систем и баз данных – это контент, безусловно, никуда от этого не деться, это различные интеграционные моменты, связанные с объединениями в консорциум, в самое разное, это новые проекты, о чем еще расскажу, дополнительные услуги, это сервисы, сервисные технические возможности, ну и, конечно, ценовая политика. И в целом вот этот вопрос, который обозначен на слайде и которым многие из нас задавались лет 10 назад, конкурируя друг с другом именно в количестве, да, в том числе, вот выходили в начале осени из отпусков и задавались вопросом, а сколько же мы за лето, несмотря на отпуск, отдых, не самый такой главный сезон в году, я бы сказал, рабочий, а сколько мы в это время издали книг, журналов, ах, какие мы молодцы, особенно в сравнении с коллегами по бизнесу. Да, мы издали 25 книг, а вот коллеги всего лишь 23, вот какие мы хорошие. Этот момент, да, и этот вопрос уже не имеет прежней актуальности. У всех ЭБС-лидеров рынка тысячи, десятки тысяч книг в составе, да, электронных информационных образовательных систем во многом имеет место принцип дублетности, когда до 20-30% контента у некоторых ЭБС пересекаются друг с другом. И в этой связи задавать вопрос о том, сколько же у нас книг, да, 20-30 или 31 тысяча, он уже не имеет прежней актуальности. А что, собственно, имеет актуальность? Ну вот, опять же, если говорить о контенте, путь книги от автора к читателю меняется. Если раньше от автора к читателю, ну, собственно, да, в начале книга должна была пройти, с позволения сказать, да, через издательство, а это отдельный, сложный и технический организационный процесс, кроме того, потом должна была уже поступить в магазин и только потом к читателю. К текущему моменту все немножко проще, да, автор может прийти к читателю напрямую, разместив свою книгу где-нибудь в открытом доступе, или просто выслав ее по электронной почте автору, да, в PDF, к примеру. Он может опубликовать книгу в издательстве, может вступить в эту цепочку посредник в лице ЭБС. То есть может все происходить по-разному. И очень просто, и очень сложно, да. То есть, ну, самые-самые разные моменты имеют место. Если говорить именно о контенте, то следует отметить следующие стратегии. Ну, и продление качества, в первую очередь. Уже сказал о преобладающем количестве переизданий по сравнению с создаваемой новой литературой. Да, то есть если книга хорошая, востребованная, вполне себе актуальная, да, либо на, собственно, да, по фундаментальной какой-то дисциплине, фундаментальным дисциплинам, она чаще всего переиздается, нежели издаются какие-то новые учебники, учебные пособия по данному направлению. Это какая-то контент-маркетинговая стратегия. Не то, что принцип «у нас все хорошо, мы как 10 лет последних работали, так и будем работать», да. Действительно, какая-то стратегия должна иметь место. Это гибридизация типов контента. Учебный, образовательный, онлайн-курсы, всевозможные вставки, закладки, интерактив, мультиформатность, да, самое-самое разное. Ну и, наконец, привлечение разных категорий пользователей. Даже в составе электронных библиотек мы выделяем разных читателей. Читатели учреждений культуры – это одно, да, учреждений науки – это немножко другое. В тех же вузах представители профессорско-преподавательского состава, научные специалисты, научные работники, студенты – это все-таки разные категории пользователей. Ну и что, возможно, в первую очередь, в настоящий момент развивает рынок электронных информационных систем и баз данных? Это проектная деятельность. Это новое, интересное, развивающееся, развивающийся, да, и развивающий рынок проекта. Буквально от, да, вот от латинского проекта «сброшенный вперед». Проект в инженерной деятельности, целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной для реализации системы. Есть самые-самые разные определения понятия проекта, философии, например. Вот мне близко определение в управленческой деятельности. Временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуг или результата. Мы достаточно часто встречаемся в проектах, в библиотеках, ну вот в самом, я бы сказал, бытовом смысле этого слова. Когда приходится защищать проект закупок, составлять штатное расписание. Иногда просто какие-то проекты спускаются сверху руководством университета. Приходится участвовать в различных ивентах, вебинарах, конференциях, в самом-самом разном. Отмечу статью в журнале «Университетская книга», номер один за 2022 год. Ссылочка на публикацию присутствует. Есть в открытом доступе данный материал. Ну, в общем-то, самое разное там отмечается. Разные успешные проекты специалистов научных библиотек, национального исследовательского Томского государственного университета, мобильные полки, час куратора в научно-технической библиотеке для первокурсников, ну и многое-многое другое. Вот повторю ссылочку. На всякий случай, да, нет задачи подробно пересказывать данную статью. Кроме того, об этом, с моей точки зрения, лучше и интереснее расскажут именно коллеги из вузовских библиотек. Я все-таки больше по информационным библиотечным системам, по ЭБС. Ну, собственно, проектная деятельность как важнейшая составляющая успеха электронных библиотечных систем. У кого-то имеет место акцент на эксклюзивности, уникальности. То есть это продукт, которого нет в составе других ЭБС. Такие ЭБС комплектуются по нишевому принципу. Они занимают какую-то свою определенную, достаточно часто, маленькую, да удаленькую нишу. В общем-то, такую литературу издают, по такому принципу комплектуются, работают с читателями, клиентами, пользователями напрямую. Ну и вообще отказываются от принципа усредненности. Сделаем все для тех, кому что нравится. Вот как раз наоборот, узкая специализация, нишевой принцип комплектования, как ни назови. Кроме того, интерактив, интерактивное обучение, мультимедиа, активное вовлечение разных категорий пользователей. У некоторых ЭБС, например, в IPR Books, это IT-решение. Это решение из области IT-кластера. Мы все сделаем за вас, за клиентов, вместо клиентов. Но, опять же, по-разному это происходит. Разные компании разные IT-решения предлагают. Корпоративные проекты, различные объединения в консорциумы, тренд на науку в том числе, то, что характерно как раз в последнее время для издательского дома гребенников, ну и иные всевозможные проекты. С вашего позволения, уж очень долго я на теме проектной деятельности ЭБС останавливаться не буду. Несколько ссылок на материалы в открытом доступе и по нашей электронной библиотеке, и в целом с анализом состояния отрасли на прошлогодней конференции Carrefour, да, вот Arbicon в июне прошлого года. Кроме того, если говорить об успешных проектах ЭБС-лидерах рынка, о мультимедиа формате, не могу не отметить образовательный проект компании U-Write, U-Write Академия, да, это всевозможные онлайн-курсы, это привлечение самых разных категорий пользователей, когда заходишь на сайт, ну и, в общем-то, студентам сразу предлагается пройти входное тестирование, да, всевозможные тесты, интерактив и так дальше. То есть именно акцент, ну, помимо прочих моментов, да, многочисленных, на мультимедиа составляющей, на, ну, вот, действительно, да, на создание онлайн-курсов, на интерактивном обучении. Всевозможные консорциумы, опять же, вполне успешные на нашем рынке присутствуют. Все мы знаем консорциум сетевых электронных библиотек, да, вот, издательство LINE, знаем такие консорциумы, как IPR Transfer, ну, и другие объединения на рынке, вполне успешные, да, вполне успешно зарекомендовавшие себя в течение нескольких последних лет, мы прекрасно знаем. Не могу не отметить такой проект, как русский, как иностранный, той же компанией IPR Media, ну, действительно, вполне успешных проектов на нашем рынке достаточно много, как связанных с мультимедиа форматом, с объединением в консорциумы, с решениями из области IT, еще немножко, да, расскажу и о нашем проекте, об услугах в области наукометрии в том числе, и в целом отмечу, что на рынке ЭБС присутствует, пожалуй, несколько трендов. Ну, вот, тренд, да, это и основная тенденция временного ряда, это и актуальное направление, периодически повторяющиеся тенденции развития моды, тренд в интернет-сети, увеличение количества поисковых запросов, сообщений, тем, статей по определенной тематике. Да, действительно, ряд трендов на рынке ЭБС присутствует. И, возможно, одним из основных трендов, о котором как раз сегодня Константин Николаевич Костюк будет рассказывать, это то, что так или иначе связано с машинным интеллектом, за счет чего возможно дальнейшее развитие, да, и за счет людей, и за счет команд, да, вот, собственно, нечто эксклюзивное, эксклюзивный контент, сервисы, решения, ну, и, безусловно, машинный интеллект. Существует огромное количество примеров того, как машинный интеллект помогал людям в решении всевозможных проблем. Ну, вот, скажем, да, как японский фермер Макото Кайке, при помощи глубокого обучения в Танцерфлоу огурцы сортировал. В Японии несколько сортов огурцов, и длинные, и короткие, да, и, собственно, по размеру, по длине, по ширине, по цвету, да, то есть самые-самые-самые разные характеристики. Ну, и действительно, вручную сортировать огурцы очень сложно. Конечно, как оказалось, машину обучить тоже довольно непросто, но с задачей она справилась. И Кевин Келли в книге, собственно говоря, в книге «Непознанная», да, он говорит о том, что такое машинный интеллект. Нас вдохновляет способность думать, но мы не собираемся ее воспроизводить. Мы создаем системы, которые думают так, как не можем мы. То есть, действительно, это нечто крайне актуальное, развивающееся, живущее отчасти по каким-то, да, развивающимся по своим моделям. Могу отметить, что у нас на YouTube-канале издательского дома «Гребенников» состоялся круглый стол в апреле применения искусственного интеллекта в научных исследованиях, новые вызовы и возможности. Спикеры Денис Косяков из «Реб», Юрий Чайкович из «Антиплагиата», Вадим Курпаков, да, секция вузовских библиотек «Калининград». Ссылочка на видеоматериал присутствует. Почти 40 тысяч просмотров за два с лишним месяца тоже могу рекомендовать. Возможно, что-то полезное подчеркнете для себя, коллеги. Если говорить о трендах, опять же, это различные соцсети, да, у многих ЭБС они есть. Вот ссылочка на наш телеграм-канал с нашими новостями, в том числе в области наукометрии. Вот QR-код, ссылка на телеграм-канал присутствует. YouTube-канал издательского дома «Гребенников», поскольку мы достаточно активно развиваем направление, именно связанное с наукометрией, с просветительской деятельностью в области наукометрии, научной составляющей, с услугами издательского дома «Гребенников» в области наукометрии. Ссылка на YouTube-канал также присутствует. Ну и отмечу ряд видеоматериалов, ряд вебинаров, которые у нас не так давно прошли. Это вебинары Вадима Порпакова, у вас украли статью «Что делать?». Как в современных условиях подходить к задаче оценки результативности научных исследований? Я думаю, вопрос, который интересует многих. Действительно, мы прекрасно знаем о том, что с прошлого года закрыт доступ к зарубежной наукометрической системе в Epov Science, с текущего года закрыт доступ к Scopus в российских организациях. Собственно, что делать, какие показатели учитывать, как оценивать результативность научных исследований. Об этом и многом другом Денис Косяков на своем вебинаре рассказывал. Про круглый стол под чат GPT также говорил. Есть ссылочка на видеоматериал. Это все в открытом доступе. То есть это доступно любому пользователю, который зайдет по ссылке в интернет. Открытые источники и сервисы научной информации в помощь исследователю. Индикаторы за 45 минут. Это уже вебинар Владимира Песлякова, известного специалиста в области наукометрии, заместителя директора библиотеки высшей школы экономики. Если говорить о проектной деятельности издательского дома Гребенников, в том числе в области наукометрии, мы являемся партнером всероссийского конкурса «Лаборатория лидерства 2023», лучший университетский библиотекарь. И директор по развитию издательства Кристина Семеновна Халюкова была членом жюри первого этапа конкурса, как раз посвященного наукометрии. Ну и, собственно, о нашем проекте, который вписывается в ряд и в тренд на науку. То есть разные ЭБС развиваются по-разному. Кто-то развивает, собственно, некие онлайн-курсы, создает свои академии, объединяется в консорциумы. Мы, помимо прочего, развиваем научную составляющую. И наш новый и неплохо зарекомендовавший себя с весны прошлого года проект – это услуги в области наукометрии и библиометрии, в чем, помимо издательства журналов и книг, мы специализируемся. Цель данного проекта – оперативное обеспечение пользователей актуальной информации в области наукометрии. Целевая аудитория – это и студенты, и ППС – это научные сотрудники учреждений науки, специалисты корпоративных институтов государственных организаций, коммерческих организаций, компании лидеров своих отраслей. На стартовой страничке электронной библиотеки «Гребенникон» есть кнопочка «Услуги», где представлен подробный перечень услуг, показываемых издательским домом «Гребенников». Также можно заказать вебинар по наукометрии, в том числе представлены консультирование, информирование, платное, бесплатное для подписчиков электронной библиотеки «Гребенникон». Ну, самое-самое разное. Уж на всем подробно останавливаться. Конечно, не буду, как не буду, с вашего позволения, подробно рассказывать о нашей ЭБС. Все-таки цель вебинара другая, но не могу не отметить именно образовательные услуги в сфере наукометрии и библиометрии, в том числе наши вебинары. Особенности работы с базами данных научного цитирования, как автора получить показатели своей публикационной активности в самых разных наукометрических базах данных, охота на хищников, обзор сервисов по подбору журналов для публикации статьи, в разработке онлайн-курса «Практическая наукометрия и библиометрия», создание бренда молодого ученого и целый ряд других онлайн-курсов именно по практической наукометрии, которые достаточно скоро будут представлены. Если говорить о топ-услуг за последние несколько месяцев, то в первую очередь интересуют пользователей ведение профилей исследователей или организации в базах данных научного цитирования, в том числе привязка, отвязывание публикации, информация о публикации и цитировании исследователя за последние пять лет, за какой-то год, за какой-то определенный период, ну и количественные показатели, количество цитирований, количество публикаций, индекс Хирша. Вот страничка наших вебинаров, то есть полезных вебинаров именно по наукометрию, по наукометрии, управлению репутацией ученого, что нужно делать и зачем стоит следить, главные тренды библиотечного маркетинга, ну и многое-многое другое, что также на нашем сайте представлено. Если говорить об основных признаках различных ЭБС-лидеров рынка, то к ним можно отнести следующее. Безусловно, это разнообразный и востребованный контент. В целом должны иметь место признаки его некой уникальности, эксклюзивности. То есть в целом ЭБС с собственной издательской коллекцией, издательского или издательско-агрегаторского типа имеют безусловное преимущество над сугубо агрегаторами, да, только над ЭБС-агрегаторами, не более того. Опять же, это интерактивное обучение, это мультимедиа, это видеоформат, онлайн-курсы, самое-самое разное. Опять же, это IT-решения, да, решения из IT-кластера, корпоративные проекты, участие во всевозможных консорциумах, безусловно, удобные сервисы, ну и, конечно же, предсказуемость ценообразования. Крайне желательно, чтобы участники рынка прилично себя в этом смысле вели, особенно в текущей не самой простой ситуации. Если говорить об основных трендах 2023 года, то, безусловно, это и технологии, и тренд на науку, и научную составляющую, и такие ЭБС, как наша, безусловно, на это обращают особенное внимание. Созидательная медиа-активность, да, не могу не отметить деятельность компании Директ Медиа, многолетнюю деятельность, большие-большие молодцы, и, с моей точки зрения, та работа, которая коллегами из Директ Медиа проводится в плане вебинаров, в плане создания полезных, уникальных онлайн-курсов, безусловно, востребована у многочисленных пользователей. Это именно просветительская деятельность, да, помимо прочего, это создание ценных, практикоориентированных материалов, будь то статьи из журналов, будь то видеоматериалы, это по-разному может происходить. Работа с разными категориями пользователей, интеграция, интеграция в консорциумы, в различные объединения, коммуникация с бизнес-сообществом. Сейчас, да, вот, Government Relations, взаимодействие с государством, безусловно, имеет значение, да, но как-то в эту область уж очень мы не будем углубляться. Ну и, собственно говоря, человеческий фактор работы разных экспертов в одной команде. Это и аналитики, и психологи, и представители творческих профессий, и в ведущих ЭБС-лидерах рынка действительно, ну вот, тренд на коммуникацию, безусловно, присутствует. Опять же, некое следствие закономерно. Если мы понимаем ряд существующих проблем, крайне важно на них определенным образом реагировать. Даже если они к нашему бизнесу, к нашей отрасли, может быть, напрямую и не относятся, опять же, определенные векторы развития присутствуют, да, и, ну вот, вопрос. Если перед походом в поликлинику вы понимаете, что одинаково отнесетесь к противоположным диагнозам, зачем идти в поликлинику? Все-таки, на мой взгляд, необходимо на имеющий место диагноз реагировать должным образом, да, в плане дальнейшего развития своей компании. По поводу статистики. Много раз об этом говорилось, и многочисленные вебинары, и статьи. Вот некоторые буквально статьи привожу, да, некоторые материалы. Это и статья Анатольевны Николаевны Литвиновой. Это и различные круглые столы в Питерском политехе. Собственно, видеоматериал ЭБС «Знанию». Ну, и некоторые другие ссылочки тоже привожу. Действительно, это важно, и это имеет значение. В условиях сокращения бюджетов, когда средств на закупку тех или иных электронных ресурсов будет выделяться со временем меньше, да. Естественно, количественные статистические показатели имеют значение, и то, как считаются, ну, скажем так, и книги, да, и статьи из журналов, самое-самое разное, это имеет значение для принятия последующего решения о возможной провангации. С вашего позволения, об основном, о чем хотел сегодня рассказать, рассказал. Определенный обзор наиболее успешных проектов на рынке ЭБС также был представлен, поделился количественными показателями в плане итогов рынка за прошлый год, промежуточных итогов за первый квартал текущего года. Коллеги, огромное спасибо всем за внимание, огромное спасибо организаторам за такую возможность, и если есть какие-то вопросы, я с большим удовольствием на них отвечу. Спасибо, коллеги. Если я не ошибаюсь во вкладке «Вопросы», вопросов, собственно, нет. Надежда, благодарю. Может быть, ну, видимо, у коллег вопросов нет, да, все показалось понятным. Огромное спасибо специалистам из Директ Медиа по желанию приглашайте еще, так держать. Будем рады встрече на следующих мероприятиях Директ Медиа, ну и, собственно, издательского дома Гребенников также. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.